Привет дорогие подписчики и привет всем кто смотрит мое видео. Те кто постоянно смотрит мой канал знают что мы недавно обсуждали тему о преимуществе и недостатков установления газооборудования на автомобиле. Но давайте исчерпаем эту тему и сейчас обсудим что лучше и почему перевести машину на метановый или на пропановый газ. Сравнение метана и пропана метан это природный газ без цвета и запаха он легче воздуха и чище по составу чем пропан практически не требует фильтрации. В баллонах он находится в сшатом газообразном состоянии это не сшиженный газ и метан это природный газ который прямо добивается из месторождения и подается с помощью трубопровода в домах. Этот природный газ нужен не только для приготовления пищи обогрева дома и получения электричества. Еще им можно заправлять автомобиль. Природный газ в качестве топлива намного дешевле и экологичные нефтепродуктов. Те кто думают что метан в двигателях это техническое новшество ошибаются. Еще в 1915-16 годах существовали двигатели на природном газе. Газовые двигатели того времени обеспечивали более высокую мощность чем бензиновые. Что способствовало увеличению серийного выпуска газобаллонных автомобилей и строительству газонаполнительных станций, где газовые топливы сжимали до 20 атмосфер и подавали автомобильные баллоны. К 1940-50 годам компримирование природный газ метан широко использовался в Германии, Тании, Норвегии и еще многие страны. Популярность газового топлива снизилась с появлением недорогого энергоэффективного бензина, обеспеченного поставками нефти из стран Ближнего Востока. Но нефтяной кризис 1973 года обновил интерес к газу в автомобильной промышленности. Сегодня практически все крупнейшие автопроизводители выпускают автомобили на метане. Мировые лидеры автопрома – Volvo, Audi, Chevrolet, Mercedes, Benz и почти все – они сегодня предлагают заводские автомобили с двигателями, работающим на компримированном, сжатом природном газе. Эти машины ни в чем не уступают традиционным бензиновым аналогам и пользуются большой популярностью среди автовладельцев. На сегодняшний день в мире насчитывается более 17 миллион автомобилей, работающих на метане, и это число продолжает расти. Сегодня очень популярными стали автомобилей и на газопропановым горючим. Газы пропан и метан существенно отличаются друг от друга и по популярности автомобилей на пропане давно обогнали по количеству автомобилей на метан. Так, в чем же пропан отличается от метана? Пропан – это сжиженный жидкий нефтяной газ без цвета и запаха – продукт переработки нефти. Пропан получает в результате операции по добыче или переработке нефти. При добыче нефти происходит происходит высвобождение попутного нефтяного газа, смеси различных углеводородных газов, в том числе пропана. Такое получение пропана происходит при фрекинге – технологии добычи нефти с китроразрывом пласта. Чистый пропан не имеет запаха, однако в технический газ могут добавлять компоненты, обладающие сигнальным запахом. Мало токсичен, но оказывает вредное воздействие на центральную нервную систему. Что лучше для автомобиля – метан или пропан? Давайте постараемся перечислить плюсы метана. Начнем именно с него. Метан стоит дешевле примерно на 10-15% чем пропан. Идет без примесей, то есть это чисто природный газ. Вот и собственно все плюсы и преимущества перед пропаном. Давайте теперь перечислю плюсы пропана – путана. Газовое оборудование пропана стоит 2-3 раза дешевле, чем метана. Оно намного технологичнее. Сейчас вы можете поставить 5-е и скоро 6-е поколение, а вот метановое – максимум 4-го поколения. Пропан жидкий, поэтому сейчас его можно скрещивать с бензиновым оборудованием. На пропане на жидком газе уже можно запускать двигатель с утра. Прогревать на бензине не нужно и необязательно. Бак для пропана в разы меньше по объему и весу. Можно установить место для запаски. Весит от 15 до 35 кг, а вот у соперника метана может вести бак 65-135 кг. Пропан хранится под давлением в 12-17 атмосфер, а вот метан под давлением в 200-270 атмосфер. Пропан легко доступен. Практически на каждой бензиновой заправке есть такая газовая станция. Не нужно метаться по городу и искать заправку, как у метана. Пробег на пропане при одинаковых палках больше в 3-4 раза. Опять из-за того, что он жидкий. А вот метан газообразный. Кроме того, палон для метана в 3-4 раза дороже. На пропане 5-6 поколений практически не теряется мощность относительно мощности бензиновых моторов. Это же происходит и с расходом газа. Он практически такой же, как на бензине. На метановой установке такого нет. Можно еще только перечислять плюсы сжиженного пропанового газа. Многие утверждают, что установка на пропане лучше охолождает двигатель, потому что жидкий. Сосчет чего он ходит дольше. Как видим, преимущество жидкого пропана намного больше, чем природного газа метана. Поэтому и 80-90% автомобилистов катаются именно на нем. И правильно это делают. Ну и если вы знаете еще плюсы и минусы между применениями этих газов, пишите в комментариях и делитесь вашим опытом. Спасибо всем за внимание и просто подписаться на канал, нажать на колокольчик и палец вверх. Поехали! 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 Продолжение следует...